Мужское восприятие, женское восприятие. О том, насколько мы разные, это одна тема. О том, что существует природа любви, она совершенно новая тема. Сегодня в психологии, сегодня в эфире, в информационном поле это совершенно другой разрез отношений, чем мы привыкли изучать до того. То есть очень многие вещи, которые затрагивает психология взаимоотношений и любви, входят в разрез психологии межличностной. И сейчас я вам приведу пример. Пожалуйста, скажите мне, когда возникает ситуация, когда женщина, это вопрос к женщинам, так что мужчины, пожалуйста, оставайтесь пассивными, когда женщина чувствует, что их взаимоотношения зашли в тупик. Когда женщина хочет прояснить, что же происходит. Или бы он меня освободил от этих отношений, или бы, так скажем, мы двигались вперед, потому что непонятно, что происходит. И женщина, значит, думает и зреет к разговору об этом. Правильно? Есть ли смысл женщине обращаться к мужчине с подобными вопросами? Подобными это какими? Речь, скажем, идет о том, чтобы прояснить обстановку, выяснить, выяснить отношения. Есть ли смысл? Смысла нет, пишет Энн. Хорошо, замечательно. Небольшое пояснение. Есть, пишет Елена. Пожалуйста, небольшое пояснение. Если да, то почему, если нет, то же почему. Есть ли смысл в разговоре по душам? Конечно, есть, пишет Люсьен. Если есть проблема, то ее надо решить путем разговора. Хорошо? Надо все прояснить, и для этого нужно поговорить. Мужчины обычно такие разговоры не любят, пишет Энн. Хорошо. Смотря, как начать разговор. Хорошо, Елена, предложите, как начать разговор. Если вы знаете, если вы имеете представление, правду все равно не скажет. Пишет Регина, может остаться как запасной вариант отношения. Виола, точно, что точно. Поясните, пожалуйста, мне нужна ваша позиция. Да, нет. Хорошо, мне нужно, пожалуйста, пояснение. Если начать разговор, то как? То есть, почему есть в этом некая особенность? Я думаю, что есть необходимость дать время, но у меня обычно нет терпения. Очень хорошо, Энн. Спасибо. Это великолепная фраза. Как правило, случается следующее. Возможно, начать так. Милый, давай обсудим. Ага, продолжайте, милый, давай обсудим. Или я хотела бы с тобой поговорить. О, хорошо, еще. Я чувствую, что в наших отношениях чего-то нет, да? Чего-то не происходит. Хорошо. Позвольте мне привести вам в пример типичную ситуацию, с которой обращается ко мне женщина после, скажем, какого-то периода общения с мужчиной. Вот женщина общается год или два, и потом она приходит ко мне и говорит, что пришло время поговорить с мужчиной, потому что наши отношения уже, казалось бы, уже понятные. Мы друг другу очень подходим. Мы очень интересная пара. Все об этом говорят. Он об этом знает, я об этом знаю. У нас очень теплые, приятные отношения. Я знаю его круг общения, он знает мой. То есть мы уже полностью ознакомились. Пора бы нам что-то решать. Правильно? То есть я беру добрачные отношения. Это еще когда не в браке, но частично можете примерять к себе и те, кто в браке. Эту ситуацию, разговор по душам. И женщина говорит, что я вот хочу с этим мужчиной выяснить. У меня сегодня есть для вас интервью с женщиной, которая рассказывает, как она два с половиной томилась ожиданием, когда же мужчина созреет к чему-то. Причем она к нему приезжала сюда, в Торонто, из СНГ, и пыталась с ним как-то вот наладить отношения, но у нее ничего не получалось, пока она не попала ко мне. Сегодня вы в интервью будете слышать о том, как развивались события. Дальше вам будет очень интересно, обещаю вам. Но не будем пока прерываться, потому что разговор идет о том, насколько эффективным может быть разговор по душам, которому призывает вас психология личности. Психология личности, как я уже заметила, и рассматривают следующий момент. Мы с мужчинами, мы с женщиной, с мужчинами, являемся такими же социальными существами, как и они, равноправными. И мы имеем право сказать все, что мы думаем, правильно? И вас призывают, поговорите, выясните, что он там думает, чего он там, значит, никак не решится. Да, я знаю, что все, кто ко мне попал, мне об этом говорят, призывают, именно. Мало того, призывают даже на парные, да, нельзя быть равным с мужчиной, но давайте сейчас не будем отвлекаться. Призывают даже на то, что приглашают вместе с мужчиной прийти на консультацию. Скажите, есть кто-то сегодня, кто может засвидетельствовать, что их мужчина пошел на консультацию вместе с ней? Выяснить их отношения? Я никак не могу найти тех, кто может засвидетельствовать, да, мы ходили, или там, или мой муж согласился, или мой жених согласился идти. Сейчас вы поймете, почему. То есть, практика разговора, выяснение отношений через психолога губительно влияет на взаимоотношения. Я об этом не раз струблю, не раз говорю, и вот эта практика, которая долгие годы, между прочим, держится в других странах, в европейских странах, в Америке, в Европе, вот я, значит, над ними потихоньку посмеиваюсь, потому что никакого продукта, ничего хорошего это не влечет, за этим не стоит. Сейчас вы поймете, почему. Смотрите. Что подразумевает женщина, когда она предлагает этот разговор? Ответ да или нет? Правильно! Она ждет ответ правильно! Она чувствует себя взвалившей, все на свои плечи, она чувствует себя использованной, правильно? Понять причины ситуации, что с ним происходит, правильно, молодцы! То, что она хочет услышать, хочу знать, любишь ли ты меня, молодцы! Понять, что творится в наших отношениях, молодцы, замечательно! Она, мало того, она хочет сказать, что она устала от неопределенности. Это и есть так! Это на самом деле так! То есть мы ничего здесь не хотим приукрасить! На самом деле, женщину выматывает ситуацию, у нее бьют биологические часы, ей пора рожать, извините, после 30 уже, как ни крути! А что ей делать, когда он рядом? А ничего, ничего не происходит! Да, у нее бьют биологические часы, она как бы уже говорит, давай, определяйся, или я уже как-то буду свою жизнь устраивать, совершенно естественно! Да, после всего вышесказанного, она задает очень такой вопрос каверзный, какой вопрос, кто знает? Кто пробовал такие разговорчики по душам? Мы будем вместе? Правильно! Так ты любишь меня? Завершительный вопрос, правильно? Да! А был ли смысл? Да, именно! Отлично! Молодцы, молодцы! Двигаемся дальше! Мужчина! Рассмотрим мужчину, что же с ним происходит. На все высказанные предыдущие, не, так скажем, недовольство. Как вы думаете, что будет чувствовать мужчина? Он думает, он попал. Именно! Молодец! Мой сразу обычно закрывался. Вину именно! Он замолкал! Молодцы! 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 Обычно они не готовы к таким разговорам. Они не понимают, в чем собственно дело, потому что на их взгляд все хорошо. Именно! То есть, смотрите, получается что? Мужчина в недоумении, да? Или он вообще не понимает, о чем идет речь, потому что он по-прежнему как бы чего-то там где-то рядом появляется. Мы же себя не видим со стороны. Мужчины тоже себя не видят со стороны. Вот, но при всем при этом мужчина чувствует, испытывает вину. Почему? Потому что женщина ему говорит, ну как же, мы вместе, так давай, мол, делай меня счастливый, чего ж ты? И теперь я вам скажу по секрету. Когда мужчины ко мне приходят на консультацию, знаете, в чем они признаются? Я вам сейчас скажу, и вам станет понятно, что происходит с мужчиной, когда он молчит, замыкается, не знает, что ответить. И испытывает чувство вины. Смотрите. Когда стоит подобный вопрос от женщины, он начинает понимать, понимать, что на самом деле эти отношения ни к чему хорошему не ведут. Женщина помогает мужчине осознать всю ту нелепость их отношений, в которых они оказались. У мужчины начинает сверлить. Наконец-то. И она так думает. Вот я не зря так думал. Что мне теперь ей сказать? Я не могу сделать то, что она хочет. Я к этому не готов. Она права. Зачем я ей морочу голову? Самому противно. Пора уходить. А? Подписали себе приговор? Разговорчиком? Да. Но я знаю очень многих женщин, которые говорят, пусть даже это мне скажут. Когда я женщину говорю, да, да. А когда женщины мне говорят, дайте я с ним поговорю, скажите мне, научите мне, как с ним поговорить. И когда я объясняю вот эту всю формулу, женщина до конца не верит. Женщина в отчаянии мне надоело ждать. Пусть он мне скажет нет. Тогда вы мне скажите, пожалуйста. Если до сих пор отношения не были построены. Если отношения не завязались на любви. Если вот мы сегодня будем рассматривать... А? Я знаю. А как говорится? Я знаю.